Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы в первой программе нового сезона, конечно, главной темой будет празднование дня города. Событие-то яркое и грандиозное. А также мы расскажем о двух выставках в выставочном зале Союза художников и в галерее Турина Гора. Традиционно в конце программы городка новостей и анонс. Программа «Афиша» выходит при поддержке Краевого коммерческого Сибирского социального банка. День города День города – праздник всенародный и не на один день. 273-й день рождения города отмечали несколько дней, но главные события оставили на 6 и 7 сентября. Мы посетили несколько площадок, на которых происходили увлекательные, веселые, торжественные официальные мероприятия. У Кинотеатра России 6 сентября прошел праздник железнодорожного района. Глава района ненавязчиво отчитался о проделанной работе, были важные гости, и программа называлась «Проспекты города родного». Танцы, песни, показ вечерних и особо подвенечных нарядов. А кульминацией программы стало поздравление молодоженов, которые в канун Дня города сочетались с законным браком. Но основным официальным мероприятием 6 сентября был концерт мастеров искусств на главной сцене Краевого центра в Театре драмы. Программа называлась «Любимому городу посвящается». Творческие коллективы города показали избранные публики, лучшие номера. Здесь было все – вокальное искусство и балет, детские хореографические коллективы и известные музыканты, исполнившие классические произведения. Творческие коллективы Творческие коллективы Творческие коллективы Вечером того же дня со своей концертной программой для публики, жаждущей эмоций резких, был и рок-концерт на привычной для таких мероприятий сцене летнего рок-н-ролл-кафе. Вообще было два концерта. 5 сентября выступила новосибирская группа «Боги Баттлс». Она часто приезжает в Барнаул, ее хорошо здесь принимают. А у шестого в День города, конечно, играли наши. Патриархи барнаулского рока группа 9 показала большую часть своего нового альбома, отчего публика была в полном восторге. И группа «Вослояси» тоже не новички на рок-сцене, но, правда, новых песен не играли. Публика с удовольствием послушала уже известные композиции с альбомом «Мир» и «Столичная штучка». «Мир» и «Столичная штучка» «Столичная штучка» 7 сентября центральным событием, конечно, было торжественное открытие Дня города и театрализованное представление «Город любви и надежд». Присутствовали официальные лица и гости. В торжественной обстановке глава городской администрации поздравил горожан, и к его поздравлениям присоединился губернатор края. Дорогие барнаульцы, уважаемые гости, сегодня наш любимый город празднует свой день рождения. Барнаулу неполных три века, 273 года. Барнаульцы – люди мужественные и добрые, отзывчивые и трудолюбивые, с крепким сибирским характером. Добрый день, дорогие барнаульцы, добрый день, гости, которые присутствуют здесь. Я искренне рад встрече с вами, праздничный день, день города, и желаю вам, конечно, дальнейшего прекрасного проведения праздника. Я от души поздравляю вас, дорогие жители Барнаула, земляки, с этим праздничным днем, с прекрасной погодой, которая сопутствует хорошему проведению праздника. Желаю всем, ну, сибирского здоровья, крепкого сибирского здоровья, счастья, исполнения всех желаний, какие вы сами для себя задумали. Традиционно в этот день объявляется почетный гражданин нашего города. И, конечно, по праву им стал первый мэр Барнаула, Владимир Николаевич Баварин. И прискорблен, что посмертно. Это при нем день города стал настоящим праздником. Он по-настоящему любил Барнаул и любил этот праздник. После торжественного открытия праздник разошелся и по другим площадкам. На Демидовской площади собрались фольклорные коллективы, настоящая феерия, искренности, народные песни, народные костюмы, выставки самобытного творчества, балалайки, гармошки, удаль и веселье. Песня. 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 Играет музыка. День города стал привычным праздником. Одновременно с нашим свой день города отметили в Москве, Красноярске и других городах. Но, конечно, самым грандиозным было празднование 303-я Санкт-Петербурга. И я там был. Все было масштабно. Трехсотлетие преподносилось с грандиозным пафосом по всей стране. И только в самой северной столице было все как обычно. Великая архитектура, памятники и каналы. И только в один вечер массы двинулись по Невскому проспекту. Так что случилась давка и неразбериха. В этот день мы гуляли по городу с Юрием Звядинцевым, редактором известного в Барнауле издать. Купи-продай. Весь этот подлескопоток. Я не вижу его конца вообще. Потому что у меня очень хорошее зрение. Вот. Я не вижу его конца. И он бы неизбежно раздавил нас там. Возможно, там будут жертвы. Возможно, нет. Но эти кадры останутся с вами. Дальше дело с Гаврая и зрители программы. Хорошо. Талант большой и добрый. Это невыдуманное название для выставки. Таким был Владимир Федорович Добровольский. К сожалению, скончавшийся прошлой зимой. Это большой художник, которого нельзя было не любить. Он был честным настолько же, как талантливым. Он был монументальным в своем искусстве. И его искусство было монументальным. Он автор памятников, огромных панно, грандиозных мемориалов. А это выставка как представление программы «Мастерства». Графика тонкая, изящная, эмоциональная, неистово правильная. Какая-то античная в своем высоком стиле. Пейзаж и натюрморт композиционно выверены. И подчинены той сверхзадаче художественного, которую ищет каждый творец вокруг. И несет своим искусством. Если, конечно, находит. У Добровольского сверхзадача вот она, на поверхности. Портрет – сложный жанр. Он прост восприятие. Публика видеть сразу, удалось или нет. Портреты Добровольского – сложно сочиненные. За порой простой формой портрета скрыта позиция автора. И ее надо увидеть. Здесь и великая ирония этого большого художника. И настоящая преданность сына. И объективность перед собой в автопортретах. Играет музыка. Добрый, талантливый. Честный в искусстве. Это все о Добровольском. Владимира Федоровича помнят, любят и уважают. Его никто никогда не боялся. Он мастер и большой художник. В галерее Турина гора открылась выставка произведений традиционной китайской живописи. Это искусство имеет свои давние традиции, которые передаются мастерами из поколения в поколение, уже на протяжении многих веков. Эту экспозицию совместно представили Петровская академия наук и искусств, а также общественный культурный центр стран Востока. Маленькая галерея с трудом вмещала публику, пришедшую на открытие. Очарованные зрители с восторгом слушали объяснения и комментарии китайского мастера о тонкостях традиционного китайского искусства. Мы же поговорили с Владимиром Коньковым, руководителем этого проекта с российской стороны. Не первый раз, Владимир, вы организовываете выставку, связанную с Востоком и тем более и с Китаем. Есть какое-то определенное отличие и отдельная концепция именно этой выставки? Именно этой выставке, во-первых, я уже говорил не раз, что самая конкретная, характерная особенность этой выставки, то, что это не единый, какой-то одинразовый проект, а то, что продолжается серия выставок на Алтае. А вот это, то, что эта выставка камерная. И вот несмотря на малочисленность экспозиции, малое количество работ, мы смогли здесь благодаря руководству Туриной горе представить здесь все направления китайского искусства, традиционного китайского искусства, которое обращено вглубь веков. И представить все виды живописи, все жанры живописи, которые сопровождаются каллиграфией, поэзией и так далее, и так далее. И прошло очень великолепное открытие, я думаю, посещаемость будет хорошая. И вообще отношение на Алтае к искусству Востока особенное. Я проехал многие регионы, приходится часто бывать по всей России. Но почему, мне кажется, китайские художники, деятели культуры Китая именно нам сюда предоставляют работу, а не куда-то в другие регионы, именно на серию обновляют эти работы? Потому что у нас особый зритель и особая тяга именно к эстетическому, не к коммерческому, не к внешнему декоративному искусству, не к виду экспозиции, а именно к духовному качеству. Галерея Турина гора давно определилась с тенденциями своей выставочной деятельности. И настоящая выставка как раз выдержана в заданной концепции. Дамы и господа, искусство, вокруг нас только вот относимся, мы к нему почему-то поверхностно очень часто. Представьте, что если в одночасье искусство исчезнет, то есть музыка, даже глупая эстрада, живопись, кино, театр, то мир, как тот король, останется голым. Хорошо, что этого никогда не случится. Искусство вече, как говорил один известный политический деятель 20 века, принадлежит народу. Народ, сходите в музей и театр, и более начинается новый сезон. Драма открывает сезон 16 сентября своим спектаклем. А в театре опереты сначала гастролеры, а 19-го аншлаговец Юрий Гольцов. Агентство «Праздник» представляет 19 сентября в театре музыкальной комедии в 19.00 и Юрия Гольцов и компанию в программе «Обалдеть». Билеты в Казах театр. 21-го, там же Спартак Мишулин в спектакле «Эта безумная ночь». 23-го премьера для детей «Сказки волшебного леса» в постановке Александра Лопатюка, актера театра музыкальной комедии. А 24-го, там же, самые известные дети лейтенанта Шмидта. «Обалдеть» 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 Сегодня уже говорилось о рок-н-ролле, концерты у нас случаются часто, но полноценные альбомы выходят редко, тем приятнее представить новую работу группы «Адвокат». Альбом называется «Лица». В нем вошло 12 композиций, не скажу, что оригинально, но любопытно. Хорошо смонтированный альбом. И, наконец, кино. В киноконцертном развлекательном комплексе «Мир» демонстрируют сразу два фильма. «Боевик с девочками» — это суперзвезды Ангела Чалли, часть вторая. И приключенческая комедия «Кенгуру Джекпот» — фильм о больших деньгах и приключениях, и это всегда весело. Вот на сегодня, пожалуй, все. До свидания. Смотрите программу «Афиша» в эфире телевидения «Мир» в субботу в 21.00, в понедельник в 13.30. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова